Вот такая вот новая сельхозкультура появилась в Украине. Называется она Батат. Растет кустами до 20 сантиметров высотой. Опыляется пчелами. Сладкая на вкус. Такой картофель сладкий. Вес одного клубня от 200 граммов до 3 килограммов может быть. И стоит саженец от полдоллара до доллара. Ну и конечно там есть витамины. Фосфор, кальций, белок. Вот интересно точно сколько белка. Может ли оно частично заменять такие мясные продукты. И урожайность у него хорошая. От 20 до 40 сантиметров с гектара. Называют его еще африканский картофель. Наверное где-то оттуда привезли. Так что его уже на юге Украины высаживают в открытый грунт. То он вначале в теплицах рос. Теперь видать уже адаптировали семена. И идут в открытый грунт. Так что смотрите. Может действительно попробовать эко-продукцию такую выращивать. Главное чтобы она была без ГМО. Хотя тут трудно понять. Пишут что ГМО влияет на рождаемость. Другие пишут что с пластиковой посуды больше можно получить. Вреда для рождаемости для человека. Для репродукции. Так что тут уже трудно определиться. Хотя конечно лучше овощи проверенные сажать которые были у нас. Но если вспомнить Петра Первого. Как он картошку внедрял. Специально ночью на поле закапывал. Ставил солдат. А люди потом думали раз охраняют. То надо украсть и себе посадить. Ну а мясо. Вот так вот оно выглядит страшно. Сырое человек не ест. А вареное. То лучше заменить орехами. Чтоб дольше жить.